Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре два замечательных квадроцикла от компании Motox. Это квадроцикл бензиновый мини-гризлик Big Wheel и квадроцикл электрический 1000 Вт, мини-гризлик электро 1000 Вт, тоже Big Wheel. Вкратце расскажем о первой модели. Это все тот же проверенный квадроцикл Motox X16 Mini Grizzly, только в данном квадроцикле стоят шины увеличенного диаметра. Поскольку стоят шины увеличенного диаметра, у него увеличивается плавность хода, у него увеличивается клиренс, в связи с этим установлен понижающий редуктор с другим передачным числом, чтобы вы не испытывали недостатка тяги по сравнению с текущей версией мини-гризлика. Разницу в размерности шин вы можете увидеть на изображении. Слева изображены стандартные шины, справа изображены шины увеличенного размера. Не считая увеличенных шин и обновленного редуктора, в остальном это все тот же проверенный Motox Mini Grizzly, который называется у нас X16. Подробный обзор этого квадроцикла у нас уже есть на нашем канале, вы можете посмотреть его здесь. А мы перейдем к обзору нашей электроверсии. Это 1000 Вт, мини-гризлик Big Wheel. Визуально версию с электрическим двигателем практически не отличить. Их отличие только в технических особенностях. Соответственно, в бензиновой версии, конечно же, двигатель бензиновый стоит, в электрической версии стоит электродвигатель. На том месте, где у бензинового квадроцикла стоит двигатель, здесь установлен блок аккумуляторов. Электродвигатель закреплен сзади на маятнике. От электродвигателя отходит цепь, и задний его сокращается именно цепным приводом. Значит, что касаемо остальных органов, то есть это габаритные размеры, это все тот же квадроцикл той же размерности, что бензин, что электро, они ничем не отличаются. Если кто-то думает, что у бензинового больше шасси, или у электро больше шасси, то так не думайте, они на самом деле полностью одинаковые. Пройдемся немножко по органам управления. При включении зажигания первое, что мы можем увидеть, это удобную индикацию на ручки газа. Итак, хочется сказать отдельно о том, что здесь на этом квадроцикле установлена ручка газа, именно, а не курок. Это на самом деле удобнее для маленьких детей, потому что не у всех пальчик дотягивается у курка, не все могут выжать этот курок газа. А ручку, в принципе, могут все. Это классический такой вариант, он очень удобен. Итак, на ручке у нас удобная индикация. Зеленая лампочка Full, это полный заряд аккумулятора. Оранжевая лампочка, это половина емкости аккумулятора. И красная лампочка, это надо зарядить. Из своего опыта вам скажу, что этот квадроцикл резко не останавливается. Поэтому будьте внимательны, родители. Если он уже начинает у вас ехать чуть медленнее, чем до этого ехал, то обратите внимание на вот этот индикатор заряда. Если он у вас показывает, что у вас либо половина, либо разряд, то имейте в виду, что вам стоит, чтобы не тащить его на руках и не катить этот квадроцикл, стоит уже проследовать куда-то к тому месту, где вы можете его зарядить. Но опять-таки же повторюсь, он резко у вас не заглохнет и не встанет. Это очень удобно, на самом деле, для детского квадрика, чтобы он где-то не встал в парке и вы не тащили его на себе там полтора километра. Значит, дальше, что хочется рассказать по органам управления. Также на этой ручке, на которой установлена индикация заряда батареи, стоит кнопка включения фар. Здесь на этом квадроцикле установлены диодные фары. Кстати, достаточно яркие фары, потому что из своего опыта, опять-таки же, поделюсь, когда мы с детьми гуляли в парке и, как говорится, мы могли уже припоздниться, то при включении этих фар, при использовании этих фар, мы могли запросто как-то доехать, добраться, осветить себе дорогу. То есть ребенок беспрепятственно ехал по каким-то тенистым аллеям парка, и он видел вполне дорогу, мог управлять квадроциклом. То есть эти фары светят, рецензия такая, они светят, они не просто так здесь. Ну и плюс ко всему они яркие диодные, это как ходовые огни, чтобы видели люди. Помимо этого, в этом квадроцикле установлена кнопка и установлен сам по себе звуковой сигнал. Этот звуковой сигнал служит для того, чтобы обратить на себя внимание, чтобы если ребенок видит, что перед ним какие-то люди, ну квадроцикл электрический сам по себе вещь бесшумная, поэтому чтобы не было вот этого эффекта, что на кого-то наехал, и что ребенок может предупредить. Кстати, дети очень любят играться этой штучкой, поэтому это очень веселая затея вот так кому-то посигналить. На самом деле полезная вещь, звуковой сигнал на детском квадроцикле. Тормоза. Тормоза классические, такие же, как и на бензиновой версии, то есть на левой ручке у нас установлен задний тормоз, на правой ручке передний. Это, если у вас ребенок уже катается на велосипеде, это классическая компоновка на велосипеде также, ну по крайней мере на детском, каком-то там непрофессиональном велосипеде, именно вот расстановка тормозов такая. Дальше. На баке стоит удобный переключатель вперед, нейтраль и назад. То есть здесь это подписано как форвард, реверс и офф. Офф режим это просто выключено. Помимо этого, компания Motox, она всегда заботится о безопасности, и на этом квадроцикле все это учтено. На этом квадроцикле установлен родительский контроль, и при помощи небольшого пульта, буквально с двумя кнопками, вы можете остановить электродвигатель на ходу. То есть если ваш ребенок куда-то поехал, и вы видите, что вероятная опасность может его как где-то настигнуть, то вы нажимаете на кнопку, и соответственно квадроцикл останавливается. Далее. Что еще из безопасности установлено на этом квадроцикле? Под задним правым крылом сейчас, одну секундочку. У нас установлен переключатель режимов скорости. Только этот переключатель режимов скорости выполнен в виде замка. Для чего он выполнен в виде замка? Поскольку дети, они сами по себе маленькие, хитренькие, как говорится, и могут, если поставить им просто тумблер с тремя положениями, то есть большая скорость, там средняя скорость и малая скорость, то они, конечно же, включат себе большую и будут гонять. Тут вступает в силу как раз замок. То есть этот переключатель, вы поворачиваете ключ на ту скорость, с которой ему нужно ехать, вынимаете его, и он будет ездить именно с заданной вами скоростью. Поэтому это очень полезная вещь. Сам ребенок уже туда ничего не воткнет, никакой отверткой не разблокирует. Дальше, что хочется сказать об этом квадроцикле? В остальном это все тот же проверенный квадроцикл, как и текущая модель X16. Хочется обратить внимание еще в данном квадроцикле на что? Что у этого квадроцикла мы много раз уже пересматривали конструкцию и пришли к оптимальному варианту. На данном квадроцикле самый легкий руль из всех имеющихся. В этом квадроцикле его не закусывает от упора до упора. При выборе квадрика я вам просто даю совет, именно как от себя. Обращайте внимание, как рулится квадроцикл при покупке. Попробуйте влево, вправо до упора порулить. Если где-то колеса закусывает, то я думаю, вам стоит обратить на это внимание. Друзья, а сейчас давайте переместимся на трассу и посмотрим, на что способны эти квадроциклы в реальных условиях. Готов протестировать? Итак, друзья, мы на трассе и посмотрим на эти квадроциклы в деле. Мы проведем серию тестов, таких как классический трейк-рейсинг, то есть они поедут на перегонки на дистанции длиной порядка 100 метров. Дальше мы проведем такой тест, как банально пятачки. Посмотрим, смогут ли эти квадроциклы крутить пятаки с пробуксовкой. То есть оба они смогут или не оба. И третий вариант теста – это на некоторых элементах кроссовой трассы мы посмотрим, на что они способны. Итак, приступим. При первом знакомстве с техникой немаловажно иметь защитную экипировку, чтобы ребенок не получал травмы на ранней стадии, когда у него еще не хватает опыта. Поэтому мы всегда используем защитный шлем. Защитную черепашку, обязательно перчатки на руки. Все, что здесь представлено, имеется в нашем магазине от компании Мотокс. Вы всегда можете вместе с техникой это приобрести. Не забывайте о защите. Мотокс. 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 Друзья, подведем итог Как вы уже успели заметить По всем тестам Эти квадроциклы показали одинаковый результат То есть, в принципе, выбор остается за вами Для кого-то минус Это громко работающий звук двигателя Двухтактного квадроцикла Для кого-то минус Это работающий в режиме движения Не более часа электрический квадроцикл Но зато бесшумный Но в целом, эти аппараты по своей мощности И по своим техническим характеристикам В принципе, равнозначны Поэтому выбор за вами Мы вам показали все как есть Без всяких там занижений скоростей и всего Оба этих бойца соревновались по-честному То есть, в принципе, квадроциклы реально одинаковые Поэтому выбирайте Принимайте решения Они у нас всегда есть в наличии Приезжайте Всегда рады вас увидеть Проконсультировать Будьте с нами Всем пока Ставьте лайки Пишите комментарии До встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!